Знаешь, иногда наступает тот момент, когда все хорошие, достойные люди должны оставить свои обидки и какие-то совершенно, как говорится, свои вот эти самые все мелочные и крупчатые, значит, это и сотрудничать, понимаешь? И, как говорится, все по этому самому американскому принципу, тому же принципу того же Ютуба великого, что, возможно, сдается всем, если каждый будет проявлять себя, как он хочет, то все от этого в итоге будут выигрыш. Ну, это я уж так сказал, просто к тому, что очень много времени уходит на то, чтобы доказывать кому-то, что ты не все-таки не слон и не прочее животное там, что ты чего-то стоишь, а время идет, можно было бы все это, конечно, быстрее. Но и то, Ютуб это как раз именно то редкое, что по-настоящему позитивно влияет на нашу жизнь, по-настоящему позитивно, не как бы позитивно, не временно, а именно по-настоящему. И то, что я уже получил от Ютуба, это уже, я уже счастлив и уже, как говорится, уже на данный момент, если все, как говорится, кончится, все оборвется, то уже огромное спасибо. Но, собственно говоря, да я, блин, да я готов к провалу, готов к тому, что я буду извергнут отовсюду, останусь в то самое разбитое корыто. Да, я к этому готов, но к этому должен быть готов каждый, наверное. Не то, чтобы я мыслил так, что особенно это ждет меня, хотя я все время говорю, все время говорю на своем канале, что брошенность, покинутость, это ощущение, собственно говоря, со мной, я думаю, что всегда, при том, что я всю свою жизнь живу в почете, в успехе, и, как говорится, все при мне. И вот этот вот подход прагматичный, когда что называется, да, оглянись на то, что руки, ноги на месте, голова на месте, дымо, от здоровья, очень много, чем мы располагаем. Это действительно не лишнее, опять же, это зафиксировать. Это тяжело фиксируется, понимаешь, это тяжело фиксируется каждым из нас, мною, тобою, голливудской звездой. Потому что голливудская звезда – это тот, кто первый впадает в депрессию, кому требуется уже медикаментозная помощь, как говорится, чтобы вылезти из этого страшного тупика. А где он страшный тупик, если у тебя миллионы долларов, особняк на Певерли-Хиллесе, полная свобода передвижения по нашему ГТА, по нашей шарообразной ГТА? А где тупик? А тут он и есть тупик, понимаешь? Именно, что человек с возможностями, он быстрее чувствует этот тупик, чем человек без возможностей. Он быстрее его чувствует. И тупик на самом деле есть. И на самом деле он есть. И каково ощущать себя тем, чье существование может оборваться в любую секунду. Что, как говорится, северный зверек может прийти откуда угодно. Как говорится, не снаружи, так изнутри. Кем надо себя чувствовать, понимаешь? Все это я хотел бы на это как-то получать ответ, но все это именно в развитии, как говорится, и в движении. Все это срывание, получение удовольствия от жизни, это срывание цветочков на ходу. Вот так вот я еду 70 км в час, ну даже 20 км в час, и то сложно сорвать. Ты видишь красивые пейзажи из окна, ты проходишь мимо них. Можно, конечно, сесть замедитировать. Это тоже можно. И, кстати, вспоминаю я в этот момент про трансцендентальную медитацию, про которую говорит Дэвид Линч, которым он занимается. Дэвид Линч, гигант кинематографа. Гениальный человек, это гений. Он практикует трансцендентальную медитацию. Значит, стоит его послушать. Может, оно и стоит того. Я аккуратен с понятием счастлив, несчастлив. Судя по всему, здесь все устроено по тому принципу, что за все нужно бороться. И борьба это нормально. Я тебе отвечаю, я это из опыта вывел. Это абсолютно нормально. Если тебе, это мне, кстати, большой скрипач, Гайка Казазян, с которым я знаком, он мне это сказал. Говорит, если ты чувствуешь, что трудно, что ты прямо как будто из последних сил поднимаешь штангу, когда играешь на скрипке, это нормально. Все в порядке вещей. Поэтому я пацифист, я гедонист, я гуманист. Но я тебе констатирую, что борьба это абсолютно нормально. Бороться придется. С другой стороны, я не приветствую вот эту, знаешь, философию борьбы. То есть, знаешь, что всегда бороться, что всегда твердо стоять на ногах, никогда не улечься, не забиться под одеяло. Это я тоже не приветствую. Я повторяю, что очень часто лучше всего именно под одеялом и отлежаться, отсидеться, засунуть голову в песок тоже иногда не лишним, потому что иначе просто спятишь. Посмотрим все в движении, как вот оно будет, так и будет. То бишь, YouTube-канал это реалити-шоу. Собственно, даже и не шоу, а просто реалити. Просто вот, как говорится, за стеклом была такая передача. Помню, там была Марго с попкой. Ну и ее в бензиновых очках. Ухажер, по-моему, звали Макс, но не помню точно. Что-то у них это шоу быстро сдулось. Ну, по идее, YouTube-канал это, в общем-то, то самое и есть. Поэтому буду транслировать, как я дальше, что называется, действую. Ну, в целом я не скрываю планов. Планы у меня, в общем-то, медийного характера. Я бы хотел, чтобы мои интервью развились в такую полноценную рубрику, как у Дудя и так далее. Я бы хотел, чтобы мой лайфстайл пользовался большим успехом. И в СП, чтобы смотрели. Ну, конечно, не как у Плинова, но все-таки. Я думаю над тем, что, может быть, это неправильно, что я все пихаю в один канал. Что у меня канал, в общем-то, не имеет одной направленности, а имеет много направленностей. Но еще раз повторяю, сейчас именно тот момент, когда мне нужно выбрать правильную стратегию на долгие годы вперед, как мне, как говорится, дальше действовать, чего придерживаться и так далее. Да, вот так вот, с завязанными глазами, во тьме, без инструкции, тебе нужно принять определенные решения и по определенной стратегии действовать. До сего момента еще раз могу сказать тебе, что я собой доволен. Я всегда придумываю какой-то метод. Метод и как решать проблемы чисто практического свойства, и как выстроить свои отношения с обществом и с матрицей. И понятно, что можно было и лучше, но тем не менее, я считаю, что мне удались исключительные вещи уже сейчас. Поэтому, что называется, если мне предстоит сдохнуть сейчас, то я уже, как сказано в фильме «Большой Любовский», могу сказать, что хоть я королевы в исподнем и не видел, хотя хочу сказать, что видел. Но видел, еще как видел. Именно, что и королеву в исподнем я видел, в отличие от Любовского. Что Господь меня не кинул, как говорит Любовский. И, в общем, что я доволен. Но, с другой стороны, если ты спросишь меня, хочу ли я прожить жизнь заново, да, хочу. Или точно по тому же самому пути я бы хотел прожить заново, либо, может быть, по несколько другому. Потому что определенные ошибки я сделал, ошибки роковые. Но, что называется, ну как, да, большие ошибки. Некоторые ошибки большие я совершил. И, конечно, это не мешало бы переиграть, чтобы эту ошибку не совершать. Но, с другой стороны, повторяю еще раз, если при угрозе лобового столкновения ты слетел в кювет, помял машину, но машина худо-бедно осталась цела, а ты ходу-бедно остался жив, цел, то можешь поздравить себя с успехом. Поэтому, вот, это очень важно. Это я все время повторяю. Можно было лучше, да, но ты выхутился, и ты молодец.